МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 22.00 на часах. Подведем информационные итоги дня на телеканале Санкт-Петербург. Меня зовут Лидия Вельба. Здравствуйте. Вот некоторые темы выпуска. Бесшумная, опасная и технологичная. Подводная лодка, как новая машина. Все так же. Все работает отлично. В Петербурге открылся международный военно-морской салон. Доступ горожан на корабли из-за коронавируса ограничен. Число заболевших растет, контроль ужесточается. Можно увидеть ваши документы. Пассажиров общественного транспорта проверяют на соблюдение масочного режима. Нарушителей штрафуют. Его величество футбол и много места под солнцем. Хотя Россия покинула чемпионат Европы, фан-зоны в Петербурге собирают немногочисленных ценителей хорошей игры. Теперь это антиквариат. В сердце дремлет талисман, точно дальний ропот моря. Я звездою, а сиян я живу с судьбой не споря. Самый необычный день, который коллекционеры отмечают во всем мире. День печатной машинки. Петербург не исключение. Так жарко не было с революционного 1917-го. Петербург бьет температурные рекорды, но скоро жара отступит. Впервые в таком формате в Петербурге открылся 10-й международный военно-морской салон. Корабли, принимающие в нем участие, ошвартовались накануне у причалов пассажирского москового порта. Правда, из-за коронавируса и рекомендаций Роспотребнадзора подняться на борт смогут только участники салона, которые предоставили ПЦР-тесты и справки о вакцинации. Масштабную выставку вооружений военно-морской техники разместили и на территории экспо-форума. Александр Чуев получил разрешение на съемку. В этом году корабли-участники морского салона впервые выстроились вдоль пристани пассажирского порта Санкт-Петербург на намывной территории Васильевского острова. Старый прикол у морского вокзала закрыт из-за пандемии. Рядом Ленекспа и временный госпиталь для пациентов с ковидом. Сам морской салон проходит непривычно безлюдно. Посетители только делегации из 28 стран и журналисты. Хотя по зрелищности это один из самых ярких форумов. Здесь пришвартовались полтора десятка кораблей, подводных лодок, катеров судов ВМФ и пограничной службы ФСБ. Флагман фрегата «Адмирал флота Касатонов» — это самый современный корабль России. Построен петербургским заводом «Северная верфь» и принят на вооружение в 2020 году. Фрегат может служить командным пунктом группировки любого масштаба и в любой точке мирового океана. Журналистам показали не так много образцов вооружения. Вот, например, зенитно-артиллерийский комплекс «Палаш». Он предназначен для самообороны от корабельных ракет, самолетов, вертолетов и надводных объектов. Дальность действия 5 километров, но главное, за что ценится «Палаш» — это скорострельность. 10 тысяч выстрелов в минуту. Еще один новейший корабль — «Корвет», гремящий с новаторским зенитным ракетным комплексом «Редут» и новейшими гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», которые развивают рекордную в своем классе скорость и способны преодолеть больше тысячи километров. «Корвет» принят на вооружение в МФ в декабре. Впервые в морском салоне участвуют подводные лодки. Знаменитый проект «Варшавянка» — это самая тихая субмарина на планете. Иностранцы прозвали ее «Черной дырой». Эти подлодки отличились в борьбе с террористами в Сирии. Их продолжают выпускать с новыми образцами вооружения. «Подводная лодка как новая машина. Все так же. Все работает отлично. Все системы работают в штатном режиме. Поэтому нареканий по материальной части нет. Экипаж проходил обучение в учебных центрах военно-морского флота. Далее на предприятии изготовители». Рядом еще один корабль-участник сражений на Ближнем Востоке — «Зеленый дол». Прямо во время салона на нем проходят учения. Но это скрыто от глаз посетителей и журналистов. Зато гостям продемонстрировали береговые ракетные комплексы. Вторая часть морского салона разместилась в экспо-форуме. Прямо на стоянке перед павильонами припарковали боевые машины со сложнейшим оборудованием и вооружением. Рядом противокорабельные сверхзвуковые ракеты. 300 километров такие пролетят за 6 минут. В самом экспо-форуме открылась выставка на внушительной площади. Более 13 тысяч квадратных метров. Предприятие показывает последние разработки. «Как бы ни хотелось развиваться военно-морскому флоту Российской Федерации, корабли строят судостроители. Поэтому их новейшие достижения, их возможности в полном объеме будут представлены здесь, на военно-морском салоне». Петербургская промышленность разнообразна, но жемчужины эксперты называют именно судостроением. «В прошлом году мы спустили 11 судов на воду, 11 судов заложили, и в настоящий момент более 50 судов кораблей находятся на вершах санкт-петербургских предприятий». В России активно строят корабли и суда. Сейчас на стапелях техника на 3,5 триллиона рублей. В портфеле у Рособоронэкспорта заказывают на строительство кораблей, подводных лодок и вооружение. Для них на 5,5 миллиардов долларов. Объединенная судостроительная корпорация назвала минувший год лучшим по спускам на воду за всю историю. А этот год обещает стать еще более плодотворным. Александр Чуев, Артем Ставецкий, новости, телеканал Санкт-Петербург. Ну а теперь немного статистики. Первый международный военно-морской салон провели 18 лет назад, в июне 2003-го. И с тех пор он проходит в Петербурге каждые два года. В первом приняли участие 319 предприятий и 26 официальных делегаций из 24 стран. В мероприятии тогда посетили 75 тысяч человек. Самыми масштабными стали салоны в 2017 и 2019 годах. Так, в 2017 в салоне приняли участие более 400 компаний. 57 официальных делегаций из 52 государств. Это почти в два раза больше, чем в момент основания. Тогда же корабли и катера флота посетили более 100 тысяч человек. Участниками девятого салона стали 353 компаний. Всего 49 официальных делегаций из 35 стран. В этом году пандемия внесла коррективы. Заявлено 283 участника. И только гости салона, напоминаю, смогут посетить представленные корабли и катерам. Горожан на борт не пустят. Горожан на борт не пустят. Горожаном выступил губернатор Александр Беглов. Очень важно, чтобы в ближайшие дни как можно больше горожан пришли на прививочные пункты и получили хотя бы первую дозу вакцины. Это самый надежный и наиболее эффективный способ защитить здоровье и жизнь. Между тем, петербуржцы установили рекорд по количеству вакцинировавшихся. Сегодня первый компонент получили 10 132 человека. Завершили цикл 6 120. Ранее самое большое количество привившихся было в феврале 9 502. Однако губернатор напомнил, когда заболеваемость растет такими темпами, 10 тысяч горожан в сутки уже недостаточно. Чтобы погасить в третью волну, необходимо делать в два раза больше прививок. Напомню, в городе работают 134 пункта вакцинации. При поликлиниках есть выездные бригады. Маски остаются по-прежнему еще одним проверенным способом защиты. Поэтому в общественном транспорте на вокзалах в Пулково по распоряжению губернатора усилен контроль за соблюдением масочного режима. Рейды проводят ежедневно и теперь не ограничиваются предупреждением. За нарушение полагается штраф. Сегодня проверяли автовокзал на обводном канале. Татьяна Баженова оценила результаты. Можно увидеть ваши документы? Такое повышенное внимание к пассажирам ранним утром не случайно. Нарушителям масочного режима не повезло оказаться на автовокзале во время профилактического рейда. Проверить, правильно ли горожане носят маски, вышли сотрудники комитета по транспорту и полицейские. Увы, даже в жару маска должна быть надета полностью. С облажки на жару восстановление не предусматривали. Иногда спущено, но это всегда связано с какой-то необходимостью, например, попить. То есть люди без необходимости не пренебрегают правилами безопасности. У подавляющего числа пассажиров маски есть, выяснили в ходе проверки. Правда, нередко они приспущены. Пассажирам с полузащитой сделали предупреждение. А вот тот, кто вообще проигнорировал правила, теперь заплатит штраф 4000 рублей. Случаются случаи, при которых не только отказываются, а даже вступают в конфликт. Как мы могли сегодня увидеть, несколько человек были остановлены сотрудниками полиции, а также сотрудниками организаторов перевозок составлены акты по отсутствию средств индивидуальной защиты. Подобные рейды комитет проводит ежедневно выборочно в трех районах города. Напомним, согласно постановлению правительства, петербуржцы должны носить маски в общественных местах. Татьяна Баженова и Антон Овчаренко, телеканал Санкт-Петербург. Фурья Роха разгромила сборную Словакии со счетом 5-0. Швеция отправила домой команду Польши, правда, не без борьбы им 3-2. Несмотря на то, что Россия покинула чемпионат Европы, Петербург продолжает принимать матчи. С ограничениями работают и фан-зоны. На Конюшиной площади сегодня собрались самые отчаянные ценители футбола. Кому и аномальная жара не помеха. Среди них мой коллега Александр Бурин. Танцуй пока не футбол. Каждый. Под зажигательные южные мотивы очень удобно болеть за Испанию. Но шерстяной оракул фан-зоны «Пес Лео» индифферентен к танцам. Лучшая музыка – это звон миски с кормом. Выбирает сразу Словакию. Готов сделать прогноз. Пес, прогноз. Иностранных болельщиков почти нет. С русским гостеприимством и своим одеялом располагаются почти как на пляже, готовые утонуть в море футбола. По результатам не очень, а так все отлично. Прикольно здесь. Хорошо, что это сделали. Праздник футбола чувствуется, но Россия подвела нас на этом евро на самом деле. Ну а так, футбольная атмосфера, все нравится. Все очень хорошо. Я просто наблюдаю. Интересно смотреть футбол. А вылет сборной расстроил? Если честно, нет. Но это было ожидаемо. Но есть и те, у кого ожидаемо хорошее настроение. Как не расстраиваться? Говорят, нужно сразу болеть за другие сборные. Хорошо. Итальянцы очень хорошо. То есть вы за Италию болеете? Да, конечно. Я болел за сборную Дании. И вообще один из немногих, кто тут присутствовал. Почему? Не знаю. Мне нравится их игра. Я думаю, что они еще смогут себя показать на этом чемпионате Европы. Петербургу осталось принять один матч. Четвертьфинал. Угадать пару участников сейчас невозможно. Но есть повод ожидать две топовых сборных на берегах Невы. Праздник футбола в Петербурге продолжается. Правда, на фан-зоне сегодня не так много народа. Но это ведь потому, что не играет сборная России. Ну а теперь ложечка дегтя в этот футбольный праздник. Сборная России на турнире больше и не сыграет. Время выбирать, определяться, за кого болеть дальше. Александр Буренин, Стас Фоменко, Оксана Бушмелева, Телеканал Санкт-Петербург. Несмотря на пандемию, праздник выпускников Аллы Паруса пройдет в очном формате. Правда, с ограничениями. На торжество допустят только самих 11-ти классников. А организаторы и волонтеры должны иметь отрицательный ПЦР-тест. Либо документ о наличии антител или сертификата вакцинации. Для всех остальных места проведения праздника и прилегающие территории будут недоступны. Итак, 25 июня с полудня для пешеходов закроют Троицкий мост, Петровскую, Петроградскую набережные. С 16 часов Дворцовая площадь, одноименная набережная и мост, Миллионную улицу и еще два десятка улиц и переулков поблизости. С 8 вечера нельзя будет пройти на Сенатскую площадь, Биржевой мост, Английскую набережную. Также с 9 вечера закроют на вход и выход вестибюлю станции метро Горьковская, Спортивная, Адмиралтейская и Невский проспект. Для автовладельцев картина похожая. С полудня пятницы до 5 утра субботы нельзя проехать по Петровской, Петроградской набережной до Самсоневского моста. С 16 часов по Дворцовой площади, Дворцовому мосту, Миллионной улице, Машкову переулку. С 8 вечера в зону закрытия попадут десятки магистралей рядом с Сенатской площадью и на Петроградской стороне. А с 10 вечера закроют для движения транспорта Благовещенский, Тучков и Литейный мосты и прилегающие набережные. Водителям рекомендуют заранее выбирать маршруты объезда. Ограничения коснутся и водного транспорта. Завтра вечером для лодок и катеров закроется Нева на участке от Фонтанки до Дворцового и Биржевого мостов. Также будут недоступны Зимняя канавка, Кронверский пролив и Фонтанка от Прачечного до Пантелеймоновского моста. В пятницу в 7 вечера закроют для движения судов Большую Неву от Дворцового до Благовещенского моста, Малую Неву от Биржевого до Тучкова, Большую Невку до Гренадерского моста. Госрегулирование рынка социальных услуг стало главной темой заседания Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности. В Петербурге в этой сфере работает 121 организация, большая часть государственная. Но количество частных поставщиков соцуслуг ежегодно растет. Это создает конкурентные условия для участников рынка, считает губернатор. Мерой госконтроля может стать введение обязательного лицензирования деятельности по социальному обслуживанию граждан. Добавлю, в городской системе соцзащиты работают 20 тысяч человек. Они оказывают поддержку 3 миллионам жителей Петербурга. Продление антикризисных полномочий правительства и методы борьбы с гидами, которые искажают либо вовсе, не знают историю Петербурга. Эти вопросы обсуждали сегодня городские депутаты. В Мариинском дворце, где по версии некоторых экскурсоводов сочетаются браком, а не проводят заседания парламента, побывала моя коллега Мария Марченко. Парламент сегодня продлил антикризисные полномочия городского правительства до 1 января 2022 года. Речь о распоряжении резервным фондом. Власти смогут оперативно направлять средства на борьбу с коронавирусом, открывать дополнительные места в больницах, оплачивать работу врачей и младшего медицинского персонала, а также закупать лекарства. Среднему бизнесу станет проще получить землю под строительство предприятия. Депутаты внесли предложение выделять участки без торгов. Сейчас получить место можно тремя способами. В особой экономической зоне, если это стратегический инвестиционный проект, или на открытых торгах. Документ, одобренный в первом чтении, подразумевает целевое назначение земли, если там появятся автомобили строительные, пищевое, целлюлозно-бумажное или другое предприятие. Мы полагаем, что принятие данного проекта и в дальнейшую его реализацию может серьезно оживить инвестиционную деятельность Санкт-Петербурга, повысить конкурентоспособность Санкт-Петербурга на рынке инвестиций и оказать серьезную поддержку для развития городской промышленности. Навести порядок парламентарий намерены и в сфере экскурсионного обслуживания. Прежде чем начать работать, гиды должны будут пройти обязательную аттестацию в специально созданной для этого комиссии. Туристы смогут отличить их по идентификационной карточке на груди. Мера такого контроля давно назрела, говорят депутаты. Это связано порой с квалификацией экскурсоводов. Например, были случаи, когда гостям перед Мариинским дворцом рассказывали, что это место, где проводят бракосочетания. Проблема иностранных гидов-переводчиков, да, она существует. Мы в этом зале говорили о том, что нужно сделать так, чтобы они не могли нести всякую чушь про нашу историю, про нашу страну и так далее. Вступить в силу изменения должны в следующем году, чтобы у представителей отрасли было время пройти аттестацию. А Петербург в борьбе с нерадивыми гидами не потерял действительно уникальные авторские экскурсии. Мария Марченко, Олег Сергушев. Новости. Телеканал. Санкт-Петербург. Любовь – мощное оружие против коронавируса. Молодые медики встретились в красной зоне. Там отношения прошли проверку на прочность, и пара приняла решение пожениться. Свадьбу только для близких сыграют 23 июля. Александр и Дарья познакомились два года назад. В первую волну невеста работала как врач-инфекционист. Жених был медбратом в госпитале для ветеранов военно-народной улицы. Во вторую оба трудились во временном госпитале Ленэкспа. В этот Новый год Александр сделал Дарье предложение и получил ответ «да». Первая волна – мы работали в центральном госпитале, на разных отделениях, в разные смены. Это было тяжеловато, но это была как проверка. То есть для нас мы выяснили для себя, что мы для друга стоим. Вторая волна – мы уже смогли с начальством договориться, что мы будем работать вместе. Было трудно, было много народу, но так как мы вместе, конечно, со всем справились. Многого мы добились как раз благодаря тому, что мы работаем вместе в одном отделении. Опять же, я заведую отделением, поэтому Александр в данном случае, он как моя правая рука, помогает координатировать полностью работу всего отделения. На торжество пригласят только родных и коллег, вместе с которыми борются с пандемией, а затем отправятся в свадебное путешествие. Молодые уверены, в отпуске у них, наконец, появится время на друга и на любимое хобби – мотоциклы. О других заметных событиях дня в нашем кратком обзоре. Выборгский замок закрыли для посещения до 7 июля из-за вспышки коронавируса у смотрителей. Как рассказали в правительстве 47-го региона, положительный результат подтвердили тесты. В связи с этим музей и решили временно закрыть на две недели. Кстати, только за последние 7 дней средневековый памятник военного зодчества посетили 9 тысяч человек. Историк Евгений Понасенков написал открытое письмо директору Федеральной службы исполнения наказаний России. Он просит отпустить осужденного за убийство аспиранки доцента Олега Соколова на свой концерт. По решению суда Арестан должен Понасенкову крупную сумму. И последний считает, что проведение Соколовым его концерта поможет быстрее решить вопрос с положенной компенсацией. Более 170 обращений в экологические аварийные службы Петербурга поступило за прошлую неделю. В результате проверок на утилизацию вывезли тысячу килограммов неизвестных химических отходов и пять килограммов ртуть содержащих. Сотрудники служб провели замеры паров ртути в воздухе после их разлива из разбитых термометров. Совет Федерации утвердил расширение границ Петербурга. Речь об искусственных намывных участках общей площадью 135 гектаров. Это земля в юго-западной части акватории Невской губы и территории на западе Крестовского острова. Сенаторы уверены, намыв будет способствовать социально-экономическому развитию города и повышению его инвестиционной привлекательности. После карантинного перерыва загородная база Мичуринская приняла первых спортсменов. Постройки послевоенного времени отреставрировали на деньги инвесторов. Территорию превратили в современный оборудованный комплекс. В две летние смены попали лучшие воспитанники школы Олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и по лыжному двоеборью. Виктория Демина расскажет. Колено стоит, бедро вращается. Плюс 32 не повод отменять тренировку, даже если твой спорт – прыжки на лыжах с трамплина или лыжное двоеборье. В первую смену на базу Мичуринской в этом году попали самые сильные воспитанники школы Олимпийского резерва Выборгского района. Вот только что они пробежку сделали серьезную, растяжку после пробежки, каждый раз они восстанавливаются, потому что старшие ребята длительные бегают. Вот последняя длительная была – 30 километров бегают. Интенсивные тренировки три раза в день, вечером – командные игры, баскетбол, теннис, танцы. Среди воспитанников первой смены – Маша и Саша Кузьмины, оба чемпиона России по лыжному двоеборью. Свободное время от тренировок, ну, есть чем заняться. Я люблю в свободное время почитать книгу, позаниматься биологией, потому что в следующем году у меня уже экзамен. Люблю также пообщаться по телефону с родителями, потому что очень часто скучаю по ним. Телефон спортсмены получают только вечером и на полчаса. Правила едины для каждого из 130 ребят смены. В приоритете дисциплина и режим. Когда у вас отбой? 22.00. Отлично, хорошо. А подъем? В 7.45. В спортивный лагерь школы Олимпийского резерва приехал осмотреть глава Выборгского района. Построенная после войны база практически не обновлялась. Пять лет назад район нашел инвесторов. Удалось восстановить старые и построить новые корпуса. Заменить систему электроснабжения, пробурить две скважины с питьевой водой и создать нужную детям спортивную инфраструктуру. Пять лет назад не было стадиона. Здесь была такая земля. Здесь дети падали, травмировались. Они такие бугры, стали ворота и больше ничего. Сегодня мы видим совершенно качественное, новое, современное оборудование, современный стадион. На этом стадионе, я считаю, что могут воспитываться будущие чемпионы Европы и мира. У нас одна из лучших школ в стране. Наши спортсмены, ведущие спортсмены в прыжках на лыжах с трамплина, в лыжном двоеборе. Члены сборной страны. Школа развивается. Условия, инфраструктура великолепная. Конечно же, благодаря району. А еще обновили баню, благоустроили пляж. Дно водоема к сезону обследовали водолазы, проверили качество воды. По всему периметру лагеря установили ограждения. Особое внимание в детском лагере, конечно, к вопросам безопасности. Это не только пожарная сигнализация, своя система видеонаблюдения, посты охраны, но и строгое соблюдение противоэпидемиологических мер. Помещения постоянно дезинфицируются, но сотрудники перед каждой сменой сдают тесты ПЦР. Сегодня база доступна только для воспитанников школы Олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Но, возможно, в ближайшее время число смен увеличат, а детей начнут принимать из разных учебных заведений города. Такую задачу поставил глава Выборгского района. Виктория Демина, Артур Хабивов, Новости, телеканал Санкт-Петербург. Малоизвестный Иван Шишкин. Выставку работ легендарного художника открыли сегодня в Русском музее в корпусе Бенуа. Среди экспонатов не только картины, есть уникальный слепок руки художника и инструменты, которыми создавались шедевры. На открытие побывал Александр Одинцов. 140 произведений, 4 зала. Таким Ивана Шишкина посетители Русского музея не видели еще никогда. Если бы там не было подписи Шишкин или этикетки, не было бы, что это Шишкин, сказали бы, ну, это Львитан. А в другом случае, ну, это Куинджи. Уже канонические пейзажи и совсем не очевидные рисунки, афорты и литографии. Экспозиционно тут сделано так, что посетитель постепенно открывает для себя уже знакомого художника. Пейзажи словно под микроскопом. Природу он писал с научным подходом. Листок к листку, кора деревьев и тонкие линии травы. Буквально документальная точность. Если мы посмотрим ранее изображения одних и тех же мотивов Шишкина, например, в 60-е годы и в 90-е, мы увидим, насколько явно художник прогрессировал, как мастер изображения света, теней. И уже даже в Московском училище живописи и вояния, в общем-то, работало не то, что на равных, а, может быть, один из лучших был пейзажистов среди ровесников. В Академии художеств то же самое. Шишкин – художник, который сделал себя сам. Если учесть хотя бы то, что родители видели в нем далеко не творца полотен, а госслужащего, кажется, и в Петербургской Академии художеств с огромным успехом он обучался вопреки. Город на Неве для него был холодным и чопорным. Возможно, поэтому он все чаще писал лес. А тут природа, дышит все природой. Тут вообще все-все-все продумано у него. Каждый кустик, каждая веточка, каждое дерево, все-все-все. То есть действительно вопреки. И получалось у него это вопреки потрясающе. И тут на выставке можно сравнить его графику. С живописью признанной, как это редко бывает при жизни, мастер пробовал новое для себя. А эти работы словно очередной вызов для самого художника. Детализированные, написанные по слабому отпечатку с фотографии, такой непривычной для Шишкина акварелью. Предполагалось, что альбом «Нижний Новгород» будет преподнесен императору Александру II. И изначально от этого творчества сам Иван Иванович наотрез отказывался. Но автор этих снимков, Андрей Карелин, все-таки смог его уговорить. Говорят, государь был в восторге от акварели. А окружение монарха спорило о способе производства картин. Художник с уважением относился к фотоискусству. Шишкин наладил и массовое производство афортов, но, разумеется, со свойственным ему подходом. Это же был человек, который, по сути, возродил авторские афорты в России во второй половине XIX века. Мы показываем две гравюры. Они даже называются по-разному «Дубки» и «Ночь». На самом деле это одна и та же гравюра. Вот если вы присмотритесь и сравните деревья, которые там изображены. И разница между этими двумя работами во времени больше десяти лет. Иван Шишкин писал до последних дней. Слепок натруженный руки мастера представлен на выставке. Настоящая антология художника будет открыта в корпусе Бенуа до 30 августа. Александр Одинцов, Александр Аксенов, телеканал Санкт-Петербург. Очень необычную дату отмечают сегодня во всем мире. День печатной машинки. 23 июня 1868 года американец Кристофер Шоулс запатентовал в Висконсине необычный для того времени прибор. И с тех пор открылась новая страница в истории письма о печати. А в 2011 году закрылся последний завод по выпуску машинок, который находился в Мумбаи. Но память уникального аппарата чтят до сих пор. И Петербург в этом смысле не исключение. Александр Атлагишиев убедился. Печатные машинки сегодня кажутся не менее архаичными, чем, например, граммофон. Но на протяжении более ста лет они были рабочими инструментами писателей, офисных работников и делопроизводителей. Специалисты говорят, что без этой техники нельзя было представить целую эпоху в истории человечества. Дипломы, литературные произведения, любая документация, все печаталось на именно этих машинках. И до сих пор существуют клубы людей, которые верны традиции, покупают, коллекционируют. Подобный клуб по интересам организовал коллекционер Александр Трофимов. Любитель раритета собрал около 70 редких экземпляров со всего мира. В его фонде старинные модели из Германии, Франции, Италии. Самая древняя, 1911 года рождения. О разнообразии говорить не приходится. От конторских, с корпусом из литого чугуна, весом до 20 килограммов, до легких, портативных. От семирядных, с отдельными клавишами заглавных и прописных букв, до компактных трехрядок. Машинки, они же историчны, кинематографичны. Прикоснулся к машинке вот этой, Ройл, из эпохи Великой Депрессии. Ты там уже в 30-х прикоснулся к машинке 1911 года. Не знаю, там, Ленин где-то прячется за границей или в шалаше, а ты такой Бальмонт. Гордость коллекционера складная немецкая Эрика. Модель этой машинки рекламировала румынская королева. На такую же Хемингуэй напечатал свою фиесту. Александр не исключает, что отречения Николая II тоже напечатаны на компактной Эрике. Стало понятно, что этот инструмент интересен журналистам, писателям, военным корреспондентам. Придумали вот такую машинку. Она чем-то напоминает нам сегодняшний ноутбук, поскольку вот так складывается и превращается вот в такой маленький аппаратик. Сам коллекционер предпочитает набирать текст по старой орфографии с использованием дореформенных букв. Ять и ер, говорит Александр, украшает текст, а буковку с перекладиной называет белой лебедью русской азбуки. В сердце дремлет талисман, точно дальний ропот моря. Я звездою, а сиян, я живу с судьбой не споря. Окончательно от таких девайсов отказались только в 2011-м. Но вот парадокс. Если сама печатная машинка в 21 веке больше не котируется, то ее, казалось бы, неудобная раскладка букв QWERTY до сих пор на каждой клавиатуре. Специалисты уверяют, это и есть закон эволюции техники. И пусть будущее совсем за другими машинами и ждать возвращения старых не стоит, но, похоже, эти вполне способны оставить отпечаток у кого-то в сердце. Александр Отлагишев, Дмитрий Чеди, Александр Семенов, Новости, телеканал Санкт-Петербург. Пятый день подряд Петербург бьет температурные рекорды. Сегодня это случилось уже в 10 утра. Столбики термометра поднялись до отметки в 31,4 градуса. Так жарко на берегах Невы не было с революционного 1917-го. А после обеда город буквально расплавился. Стало плюс 35. Это абсолютный рекорд июня. Остается надеяться, что пик жары пройден. А пока врачи настоятельно рекомендуют не выходить на улицу в самые жаркие часы с 11 до 17. Соблюдать питьевой режим и носить одежду из дышащих тканей. Ну а завтра в северной столице станет чуть прохладнее. Температура воздуха днем 25-27, ночью 19-21 градус. При переменной облачности, местами дожди и грозы, вода в Финском заливе прогрелась до плюс 25. Наш выпуск завершен. Сразу после смотрите дневник Евро-2020. Хорошего вечера и до встречи в эфире.